Здравствуйте! Сегодня вторник, 17 октября. В нашем ежедневнике мы расскажем о главных новостях, интересных и резонансных материалах региональных СМИ и о прогнозе погоды в Пскове на завтра. Легко ли быть предпринимателем в современной России, что мотивирует или демотивирует псковичей идти в бизнес? Почему молодежь предпочитает работать в госсекторе, а не открывать свое дело? Ответы на эти вопросы искали участники круглого стола, который сегодня, 17 октября, прошел в прямом эфире радиостанции ПЛНФМ. Налогоплательщик – это тот, кто платит налоги с добавленной стоимостью. Вот вы даже, если вы парикмахер, вы уже налогоплательщик. Что-то произвели, так сказать. Услугу произвели, товар произвели, и с этого заплатили налоги. Так вот, таких людей у нас в России только 30%. Ну, по большому счету, вот это и есть наша налоговая база, ну, плюс наши ресурсы. Нефть и газ. Ну, там ситуация очень сложная. Вы, наверное, в курсе, что нефть и газ продается куда-то, я там, не знаю, на Запад сейчас, на Восток. И туда же уводятся деньги. Вот это самое, что называется, невероятное, что вообще происходит в нашей стране, и что, по большому счету, сильно усложняет ведение бизнеса в самой России. Сегодня, 17 октября, в Пскове открываются гастроли Архангельского театра «Кукол». Гости покажут на сцене Псковского театра «Кукол» три спектакля. Что это будут за постановки, на какого зрителя ориентированы и чему учат? Подходит ли для этих спектаклей сцена Псковского театра? Ответы на эти вопросы вы найдете в программе «Беседка» на ПЛНФМ. На большие спектакли приглашаем с четырех лет, поэтому у нас «Кружка» идет с четырех лет и старше. Но он очень востребован и у ребят с шести лет, с семи лет. Вот школьники у нас начальной школы, его с удовольствием смотрят, потому что он очень музыкальный, яркий, добрый, такой красивый спектакль. Епископ Арсений прибыл на Псковскую кафедру, у которой он возглавит подбытие митрополита Тихона в Крым. Торжественная встреча накануне прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе. Митрополит Тихон вручил епископу посох и панагею с изображением Святой Троицы. Епископ Арсений отметил, что Псковская епархия – древняя, самобытная и уникальная. Подробности на Псковской ленте новостей. Новые районы Пскова разрастаются до мини-городов, и каждый год поблизости открываются школы и детские сады. Но родители по-прежнему обеспокоены – вдруг мест хватит не всем. К тому же есть территории, где инфраструктура вовсе отсутствует. Например, в столичных регионах девелоперы строят уже не просто школы, а продуманные образовательные кластеры. Подробности читайте на Псковской ленте новостей. Прошлые выходные Псков накрыл сильнейший ураганный ветер. Социальные сети пестрили различными фотографиями поваленных деревьев в разных районах города. Стоит ли, по мнению псковичей, очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре, смотрите в новом опросе по ЛНТВ. На неосвещенной улице в городе Печоры женщина упала в яму, превышающую глубиной человеческий рост. Она не получила серьезных физических травм, однако не смогла самостоятельно выбраться из ямы. По словам Печорянки, полное отсутствие уличного освещения и перерытые траншеями центральной улицы сегодня чуть не стали причиной трагедии. Подробности происшествия на сайте МК в Пскове. Оказывается, не только мода заставляет обращать пристальное внимание на одежду. Некоторые вещи из-за своей негативной энергетики способны не только ухудшить настроение, но и сказаться на самочувствии и даже навлечь череду несчастья на их владельцев. Проверьте этот список и скорее очистите шкаф от ненужного барахла. От какой одежды следует срочно избавиться, читайте на сайте МК в Пскове. И о погоде на завтра. В среду, 18 октября, днем будет небольшой дождь от 4 до 5 градусов тепла. Ночью пасмурно, 1-2 градуса со знаком плюс. Ветер переменный, умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин